Вчера поздно вечером в Тишайшем около центра Екатеринбурга были снесены останки, к тому же уже бывших, мастерских союза художников. Очередная порция историй, местечковой идентичности, которая, конечно же, и легендами обвеяна, и дорога как память, но положа руку на сердце далеко не широкому кругу горожан, а уж тем более отцов города. По адресу Соня Морозовой, 161, в одноэтажном бараке системы советским модернизм изначально была огромная коммуналка. В эпоху Московской Олимпиады, когда по хрущевским подсчетам в СССР должен был построиться коммунизм, коммуну эту расселили и впустили туда скульпторов и художников. Те годами выкладывались и вкладывались, укрепляя полы под свои многотонные шедевры, пробивая кровлю для второго света, все за свой счет и так далее. Среди прочих трудился здесь и Андрей Антонов, автор не только музыки, но на фасаде дома кино. А вот Виталий Волович и Миша Брусиловский, вопреки упорствующим, не имели здесь мастерских. Они тут просто родились. Именно у Антонова, на троих с Германом Митилевым, это факт. Так длилось 35 лет, пока земельный комитет мэрии Екатеринбурга не подсчитал, что спасти бюджет нашего шумного городка могут только художники. И в 2017 году резко поднял стоимость аренды помещений и земельного участка. Художники надежд не оправдали, не спасли и коварно съехали. После этого еще несколько лет подстенания о том, что никак не находится новый арендатор на развалюху по космонавтским тарифам. Дом 161 по Соне Морозовой служил местным бомжам актовым залом для одификаций, а в начале прошлого лета почему-то сгорел. Наконец-то. Подчистую. Еще, видимо, 14 месяцев после этого поиски арендатора продолжались, пока прошедшей ночью все это не снесли. Ну что ж, похоже, все идет по плану. Тоскливо здесь как-то без точечной 30-этажной свечки во дворах. Субтитры создавал DimaTorzok